привет ребята сегодняшнее блюдо очень простое я уверен что она понравится всем тем кто любит вкусно и сытно покушать сегодня мы с вами приготовим свиной бок вот такой вот красавчик с хрустящей корочкой сегодняшнее блюдо хоть и простое все равно имеет свои особенности для того чтобы приготовить свинину и чтобы кожа была найти вот как попкорна хрустящая существуют определенные моменты его приготовления первое свинину которую вы купите не мыть сразу выбирайте у мясника чтобы она была чистенькая и и не мочить нам необходимо чтобы кожа была сухая было бы идеально если вы купили синину например сегодня оставили ее в холодильнике на ночь кожей вверх так чтобы она подсохла за ночь давайте приготовим специи у меня здесь килограмм мяса пол чайной ложечки черного перца чайную ложечку соли немножко чили это не острый чили средней остроты чайная ложка молотый кориандр пол чайной ложечки тимьян чайная ложечка сладкая паприка чайная ложечка тростниковый сахар неполная чайная ложка майоран очень хорошая вкусная специя прекрасно сочетается со свиньей красиво выглядит да замечательно нам необходимо свинину надрезать так чтобы кожа была целая помните да но мы его не будем солить мы его будем запекать духовке так вот кажется мне сухая два зубца чеснока не выдавливаем а нарезать вот такими кусочками два лавровых листочка проложим все это дело хорошо теперь просыпаем специями наше сало чесночок не жалеем лавровый листочек свининка это все для убит очень любит столовая ложка соевый соус вы можете не добавлять но я добавляю его для того чтобы скажем так получить вкус умами потому что соевый соус как вы знаете это ферментованный продукт и он дает такой дополнительный вкус поэтому я добавлю вот так вот когда он будет запекаться соевый соус смешается с нашими специями соком мяса получится красота сало покрыли специями теперь нам необходима фольга у меня хорошая толстая фольга мы из нее еще с вами сделаем коробочку в которой у нас будет запекаться сало кожа нам нужна чистая это винный белый уксус и бумагу обтираем кожу еще раз тщательно покрываем кожу уксусом можете не переживать уксус полностью испарится он нам необходим для того чтобы кожа отдала влагу соль посыпаем солью не обильно но в один слой пора отправлять духовку включаем 150 градусов запекаем свининку полтора часа ребятки чем хорошо сочетается печеная свинина конечно же с хреном с капустой печеным яблоком картофелем сегодня мы с вами сделаем всего понемножку и скажем так вот фуршетную тарелочку с чего начнем давайте сделаем хрена уверен что каждая семья имеет свой собственный рецепт приготовления соуса из хрена я вам покажу свой вариант я предпочитаю соус этот делать без всяких наворотов самое главное это терка терка должна быть самая-самая-самая мелкая если у вас терка будет крупная вы не получите того самого эмульсионного состава общее время запекания нашей свинины будет в среднем два часа уже прошел час температура 150 градусов я сейчас отправляю в духовку наш картофель как раз когда свининка будет готова и картофель наш приготовиться хрен готов отправляем в миску миленько натер да да стружечка ну все давайте теперь будем его доводить сок одного лимона натуральный уксус яблочный виноградный в среднем можете бахнуть туда одну четвертую стакана смело смело обычная питьевая вода разбавляем полная чайная ложка соли сахар 2 столовых ложки добавлю еще столовую ложку сахара и воды кислоты достаточно о мама меня как же он жжется мощь в общем то и все наш замечательный соус готов хочешь попробовать все ребятки закрываем пленочкой убираем прохладное место пусть ждет своего часа давайте сделаем простой салатик из белокочанной капусты весь вилок я не буду использовать слишком много возьму часть нарезаем очень 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 мелко я разделяю листочки и хорошим ножом чекаем капусту не жалейте давить ее нещадно в миску соль не горячитесь щепотка соли и все это дело мнем ну уж вы все это знаете что белокочанную капусту надо помять она у нас как проволока жестко с тяжелой едой такой как свинина капусточка будет идеально добавляем немножко буквально столовую ложку уксуса черный перчик пол чайной ложечки выдавливаем зубец чеснока одну две столовых ложки масло семечек подсолнечника нерафинированный именно не нерафинированный можете добавить оливковое масло но для меня вы знаете ему существуют определенные ценности салатов это наш российский родной салат я бы все-таки хотел сохранить вкус и родины вот так много не надо так болгарский перчик как вы видите я уже все помял добавил все специи все 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 и в последний момент болгарский перец так чтобы его все-таки не мять никакого майонеза ничего не нужно вот так вот и оставляем так анютка хочу чтоб ты попробовала простой простой салатик и не жирный со свининой будет идеально правильно но вот прекрасно друзьям салатик наш готов закрываем пленочкой убираем сторонку у нас осталось с вами полчаса до конца приготовления нашей свининки я отправляю в духовку яблочко ребята прошло полтора часа вот смотрите как у нас выглядит кожица она хорошо подсохла теперь самый важный момент нам нужно растительное масло я буду использовать рисовое масло потому что оно выдержит высокие температуры вы можете использовать любое рафинированное масло мажем поверхность вот так вот в этот момент включайте духовку на 200 градусов достаточно обильно но лужицы пусть не остаются убирать отправляем духовку 200 градусов еще на 30 минут яблочко наша готова 15 минут и все смотрите к нам мягенькая вкусненькая честно очень горячая оставляем его в стороночку будем сервировать его вместе с свинины ребята прошло у нас два часа для картошки час как вы помните она готова хорошая мягкая хрустящая я ее достал из духовки увеличивайте духовку температуру на 250 градусов переводить на гриль следите так чтобы корочка не подгорела мягкая хрустящая vad Вот наше прекрасное вкусное блюдо. Наш хрен, салатик, запеченное яблочко, горчичка, картошечка запеченная. А кучок-то маринованный? Нет, просто свежий. Я хочу именно сохранить баланс жирного, кислого, свежего. Небольшой кусочек хочу, чтобы ты попробовал. Очень вкусно. Как мясо? Мясо очень нежное, мягкое. До горочки сейчас дойду, наверное. Горочка хрустящая, то, что любят всем. Не твердая? Нет, она расшипчатая. Ну, вот теперь я попробую шкурку. Ммм, попкорн. Ммм, изумительно. Да, на самом деле, да. В Испании популярны такие лакомства. Да, называется в Испании чичиром. В Латинской Америке используют чичиром. Португалия, Филиппины обожают подобное приготовление. Ну, конечно же, и мы, русские, тоже не прочь полакомиться такими вкусняшками. Так, хрен. Картошечка. О, родная моя. Какая-то вкусная. Печеная картошка вообще. Ой, ой. Салатик освежает. Печеная яблочко. Ох. Друзья, вот именно такое сочетание делайте. Никак по-другому. Сделайте все шаг в шаг. На этом все. Надеюсь, что вам было сегодня интересно, вкусно с нами, весело. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok